Подмосковные вечера Лариса Удовиченко И по Подмосковью показывается спектакль Это замечательная антреприза Сирены и Виктории Давайте начнем с него, наверное И об остальных театральных работах Ну, с одной стороны Это был такой поступок для меня Вынужденный и отчаянный Потому что В связи со всякими нашими дефолтами Депрессиями С умиранием постепенным Кинематографа Резко сократилось количество картин Работ, приглашений Актер не должен стоять на месте Он должен быть в постоянном тренинге И поэтому многие актеры Ушли Ну, как бы В такую Новую Для себя ипостась Появились антрепризные театры Раньше Это было запрещено И только существовали Академические театры Не академические Стационарные А теперь появилась возможность Собираться Всем вместе Разным актером Делать свое дело Прокатывать Отыгрывать спектакль Когда он Самортизируется Можно заниматься другим спектаклем И это Поддерживает тебя в форме С одной стороны С другой стороны Ты волен выбирать тот материал Который тебе нравится Ты можешь возить этот спектакль И радовать Зрителей российских И зрителей не только российских А бывших наших Республик Мы были и на Украине И в Белоруссии И в Латвии В Прибалтику все объездили В Литве В Таллине Потому что С этим разделением Которое у нас произошло Резко сократилась Возможность Выезда Стационарных театров На гастроли Потому что Это требует Большого количества денег Затрат Вот эти маленькие спектакли Они мобильные И мы чувствуем Такую нужду Зрителей В общении Со своими Уже полюбившимися Ну скажем Это слово Актерами И с актерами Которых давно знают Привыкли И молодежь Которая работает В наших спектаклях Это тоже Как открытие Каких-то новых имен Поэтому здесь Такая еще Гуманитарная Скажем Помощь Нашим Зрителям Вот И я была Очень рада Приглашению Виталия Мефодича Соломина Попробовать себя В новом качестве Потому что Я никогда не работала Прежде на театральной сцене А как же театр Студия киноактера Театр студия киноактера Да Я состояла в его штате Но у меня так было Много киноработ Что Я даже не успевала Я пыталась репетировать У меня были какие-то спектакли Которые были Уже как бы В замесе В деле Но В результате Премьеры я не играла Потому что Я очень много снималась Были те времена Когда На Мосфильме Только снималось Около ста картин В год А сейчас Если наскребешь Сорок фильмов В год По всей России То и то будет хорошо Вот Поэтому я Обрадовалась Приглашением Мы давно знакомы С Виталием И очень хорошая пьеса Александра Галина Моей партнершей стала Ирочка Розанова Замечательная театральная актриса Большой профессионал Поэтому у нас собралась Такая хорошая компания Мы Так друг друга ощутили Почувствовали И мы с удовольствием Уже Три года Ездим со своим спектаклем И хотим У нас есть уже Какие-то заделы новые Мы не хотим расставаться Потому что команда Это очень хорошо Это великая вещь Команда Может быть я немножко Опережу события Но все-таки хочется узнать Каково театральное продолжение Киноактрисы Ларисы Удовиченко Кроме спектакля Сирина Виктория Вот Сирина Виктория Буквально позавчера У нас состоялась Сдача нового спектакля Который называется Кто последний за любовью Это пьеса Елены Кузнецовой В этой антрепризе Это тоже антрепризный спектакль Занята я В главных ролях И Стас Садальский Это его Выход Первый на сцену После 25-летнего перерыва И он очень волновался Но играет блистательно Он великолепный актер И для него Это очень необычная Яркая такая Трагикомическая роль Вообще она даже Драматическая Но Стас не может быть Только Да Драматическим актером В любой роли Он находит Моменты Для улыбки И это замечательно Потому что Это самый высокий Пилотаж Когда Актер обладает Вот таким Трагикомическим Талантом И в спектакле Еще занято Трое актеров Молодая пара Молодых актеров И актриса Из СТЮЗа Наташа Корчагина Вот мы 23-го числа Уезжаем с этим спектаклем В Харьков Потом в Петербург Потом Проедемся По Краснодарскому краю А когда Зрители Подмосковья Да Вот И где-нибудь В январе Феврале Состоится премьера В Москве А потом Наверное Уже И Подмосковные Вечера Смогут быть Заполнены Нашим спектаклем У вас И все же И все же Огромные Фильмографии Я хочу Немножечко Огромная Актерская Огромная Актерская жизнь Огромный Актерский опыт И мне все-таки Хочется Раз у нас Есть такая Прекрасная Возможность Встречи Вернуться Немножечко В те В самые начальные Начальные времена Когда еще Актриса Вернее Еще не актриса А просто Лариса Водовиченко Поступала Во ВГИК Ведь ваши Киноработы Начались еще До поступления Во ВГИК Это так? Да Я Жила в Одессе И училась При Одесской киностудии Существовала такая Народная студия Киноактера Я в ней училась Меня там увидел Режиссер Александр Павловский Который пригласил В свою картину Фильм назывался Счастливый Кукушкин Это такой Дипломный фильм Но сорокаминутный Он не был маленьким Вот И Вот это была Моя первая Проба пера Скажем так А потом я поступила Во ВГИК И уже снималась В фильмах своего Мастера Герасимова Сергея Полинарича И это важно Потому что Герасимов Великий режиссер И в те времена Он был Ведущим Нашим Солирующим Режиссером кино Поэтому все его фильмы Всегда смотрелись И зрителями И критиками И другими режиссерами И Сняться в картине Этого мастера Это все равно Что как бы Вытащить билет Счастливый И ты не должен Был проиграть Вот Эту работу Потому что Если она проиграна Тебя не запомнили Если тебе дали шанс Себя проявить Ты должен это сделать Потому что Это как визитная карточка Твоя И как дальнейшие Ворота Которые открываются Уже в большой кинематограф Вот А как правило Все ученики Герасимова Потом много снимались А когда все случилось Когда Вот был ли в вашей жизни Такой момент Когда вы Вдруг проснулись Ну как обычно актеры Рассказывают Я проснулся И понял Что я популярен Что меня узнают Что меня знают Что меня любят Как это произошло И вообще был ли Этот момент в жизни Ну он постепенно Происходил Этот момент Потому что Когда появились Телевизионные фильмы Я сняла с картинами Это все о нем Шестисерийном И зрители Тогда не так Так много Снималось Телевизионных картин Поэтому Зрители всегда Смотрели Телефильмы И если ты В этой картине Играешь главную роль То тебя запоминали И вот этот процесс Приучения зрителей К моему лицу У меня был постепенный Это не то что Вдруг я шла Меня очень часто путали С Вертинской И когда Ко мне подходили зрители И просили дать автограф Я писала Довиченко Мне говорят Ах Разве вы не Вертинской И еще с Ритой Тереховой Или там Разве вы не Тереховой То есть они Понимали Что лицо знакомое Но еще не могли Выговорить мою фамилию И какое-то время Когда ко мне подходили За автографом Я спрашивала А вы думаете Я кто? И мне было любопытно Вот Узнали меня уже Как Лариса Удовиченко Или еще По каким-то Таким неуловимым Внешним Внешней схожести Путают с этими актрисами Но уже давно не путают Ну в общем это действительно Уже случилось И уже как бы Естественно Это уже реальность Но все-таки Вот эта народная Замечательная Любимая роль В фильме Место встречи Изменить нельзя Вот может быть Это как-то Связано с этим фильмом Приход народной Всенародной любви Да нет Вы знаете Как раз не с этим фильмом Это потом уже Зрители стали Когда Стали меня узнавать Как Лариса Удовиченко Стали соединять Ах это вы Были Манька Облигация Нет Абсолютно нет Этот фильм Не принес Вот такой Яркой популярности Это потом уже Имея свое имя Завоеванное Другими картинами Эта роль Добавляют ко мне А есть какие-то Любовь А есть какие-то роли Которые особенно любимы Или фильмы Которые особенно Запомнились Ну Вы знаете В общем Конечно Очень важен результат Но Но в любом деле И не всегда Результат важен А важен процесс Встречи с людьми Которые на тебя повлияли Встречи с людьми Озаренными Талантливыми Которые тебя Как бы поднимают Твой уровень Ты Ты стремишься Чем талантливее И ярче Личность Находится рядом с тобой Да Тем Тем ярче И интереснее Тебе Работать И чувствовать себя И стремиться К той планке Высокой Которая уже существует Рядом с актером Вот И поэтому Я запоминала Свои работы Только по режиссерам С которыми мне было интересно Потому что очень много серых картин Очень много картин проходящих Мне часто говорили Ну почему ты снимаешься В каких-то там Небольших ролях В каких-то Плохих картинах Я считаю Что Профессия актера В том и заключается Чтобы из какого-то серого материала Да С помощью своей фантазии Своих способностей Слепить какую-то яркую роль Или чтобы она не была Уж такой проходящей И бесцветной Вот Поэтому я вспоминаю работу И с Глебом Панфиловым Замечательным режиссером И с Игорем Федоровичем Масленниковым И со Швейцером И с Михалковым И с Леней Филатовым Очень много режиссеров А если вспомнить Партнеров, актеров Все хорошие В общем Как бы плохих Не было Вообще у нас очень хорошая Актерская школа Я не могу назвать У нас очень мало Плохих актеров А если они плохие То они автоматически Как бы сходят Ну где-то появился Все сказали А в следующей роли Вот этого Не произошло И тихонечко Этот человек Куда-то исчезает Вот А в общем Актерская школа Очень сильная И Вот я сейчас снимала С Киеви В десятисерийном фильме Который будет называться Под крышами большого города Это продолжение Если помните Был такой фильм По семейным обстоятельствам Такой смешной Вот тот же автор Озерников Написал Как бы продолжение Те же герои Двадцать лет спустя Я для себя открыла Нового совершенно актера Он киевский актер Ему уже лет сорок Или сорок два Он мало снимался Или не снимался вовсе Но это будет для кино Открытие Вот сейчас он играл У нас фильм Играл главную роль Моего мужа Такой Володя Горянский И Я так счастлива Когда вижу Яркий Ни на что не похожий Талант Я так радуюсь Этому Потому что Мы так привыкли Даже не мы А Это в общем Все напортила эстрада Потому что Они Про себя такое пишут И так Себя обзывают Всякими звездами Это так смешно Потому что Все эти Так сказать Деланные звезды Не могут Живьем спеть Ни одной фразы И вот сейчас Бенефис Александра Розенбаума В России И Выходили Настоящие Артисты Которые пели И выходили Так называемые В ковытьках Звезды Поющие Под фонограмму И Это так явно Это так видно И Это так скучно И неинтересно Вот Поэтому Что я уже потеряла мысль Что я хотела Мария Савановна Я услышала Какое-то негативное Отношение К слову Звезды Звезда Но ведь Это глупость Абсолютная Потому что Человек должен работать Заниматься своим делом И И Это дело Должно нравиться Публике Людям Для кого Оно предназначено А все эти Обзывания Друг друга Эти комплименты Невероятные Меня раздражают Я не хочу На эту тему Даже Затрачивать Но ведь Говорят И так говорят В том числе и о вас Это наши звезды Это наши кумиры Это наши актеры Истаскали это слово Понимаете Истаскали Поэтому Ну а Есть вот Ощущение Примадонны Скажем так Есть ощущения Внутренние ощущения Нет Абсолютно нет Для меня есть ощущения Того что я умею Что я могу И того Чего я не могу И Вот опять таки Применительно К театру На каждом спектакле Я учусь У своих партнеров Я Мне так интересно Мне Невероятно интересно Я смотрю на Виталия И вижу Как от спектакля В спектакль Он что-то меняет Он как-то поворачивает Свою роль Свой персонаж Как какие-то другие Грани открываются Я его мучаю После спектакля Говорю Как? А вот что ты сделал? А почему ты вот так Ответил? А почему это так? Он мне объясняет Мне очень интересно Мне интересно Вообще учиться Вот есть Люди Которые мне интересно И им все равно А мне интересно И я никогда Не стесняюсь Задавать вопросы Если мне что-то непонятно Я спрашиваю Как это? Я не стесняюсь Признаваться в том Что я этого не знаю Если вы уже Побыли в различных Ипостасях И театральной актрисы И киноактрисы Вот насколько Сложен был для вас Этот переход От кино Где все-таки Съемочная площадка И публики нет К театру Где живые глаза людей Живая публика Ну дело в том Что для меня Как бы этот переход От публики Живой Которая сидит В зале Он Не неожиданен Потому что Я очень много Ездила с творческими встречами Творческими вечерами У нас было Такое Такое Бюро пропаганды Советского киноискусства И мы Колесили по всей России По всему Советскому Союзу Со своими роликами С творческими вечерами Поэтому общение С живым залом У меня было И я зал чувствую Здесь проблема другая Распределение себя На сцене Голосовые какие-то Да Совершенно Другие ощущения Потому что Зал диктует И потом рядом Рядом твои партнеры Которые Вот Ты видишь Уровень Видишь планку Хочешь Чем лучше Талантливее Рядом с тобой Твой коллега Тем тебе Легче И интереснее Потому что Каждый спектакль Не похож на предыдущий У театральных актеров Существует Масса всяких Поверий Каких-то Приспособлений Перед выходом На сцену Вы уже успели Ими обзавестись Кто-то кулаки держит Кто-то Совершенно по-разному Ну в общем Как бы Знаете Вот В Америке Почему-то актеры Друг другу желают Актеры ходят на сцену Другой думают Что ты ногу сломал Вот они какие-то Такие недоброжелательные У нас Актеры всегда Друг другу Во все времена Говорили Два слова С Богом Вот Когда мы выходим На сцену Мы друг другу Говорим С Богом Лариса Ивановна Вы верующий человек Вообще Да И вот В жизни Как это Как это Пересекается Ну это очень Пусть постепенный Понимаете Это все очень личное Человек К вере приходит К сожалению Только через Очень сильные Страдания И переживания Когда тебе Хорошо и радостно То ты не задумываешься Когда настигают горе Приходит какая-то беда То Вот Ну значит Вот Мой путь Был такой Но это Все непросто Это все Такая Трудная Дорога Нельзя сказать Вот я Сегодняшнего дня Начал Вид Есть такая Замечательная Фраза Насколько я помню Авторство ее Принадлежит Юрию Висбору Она звучит так Актриса Это картина Которую нужно Рассматривать На расстоянии И при соответствующем Освещении Вот Насколько Эта фраза По вашим Собственным Ощущениям Может быть Применима К вам И может Ли быть Вообще Ну это Наверное Абсолютно Личное мнение Юрия Висбор Вот Я абсолютно Реальный Живой Человек И я Не Примадонна Есть Такие Ну это Тип Женщины Наверное Которые Хотят Выглядеть Всегда В любом Возрасте Моложе Быть Такой Всегда Привлекательной Я не скрываю Своего возраста И мне Мои коллеги Говорят Зачем ты Рассказываешь Я говорю Ну это Это очень смешно Если я снимаюсь 30 лет Даже больше То ясно Что мне Уже Не Не 25 Или не 27 Вот И Я считаю Что человек Должен Оставаться Человеком Единственное Что женщина Должна быть Всегда Ухожена Всегда Чисто И хорошо Одета Но не Должна быть Расфуфырена Почему-то Считают Что если ты Актриса Я когда Приезжаю Куда-нибудь На На гастроли Выхожу Из самолета Из поезда То меня Наверное Узнают Только по темных Очкам Потому что Я ношу Темные очки Вот А ждут Чего-то Каких-то Невероятных Шляп Каких-то Невероятных Норковых Монто Вот Ну зрители Наверное Привыкли Так считать Что актрисы Какие-то Должны быть Совсем Другие Необычные И я езжу На машине У меня Шкода Фелиция И когда Меня останавливают Милиционеры Ну не на Нарушение А просто Вдруг и видят Что это Я говорю Боже мой Не стыдно На такой машине Ездить Или на фестивале Едут машины На прием Мерседес На мерседесе Лексус За лексусом И все Не кинематографисты Все какие-то Спонсоры Какие-то Банкиры Какие-то Депутаты И я В вечернем Туалете За рулем Своей Шкоды И милиционеры Пропускают На эту стоянку И все Удивляются Говорят Боже мой Как вам не стыдно На чем вы ездите Я говорю Вот что заслужила За что мне Платят За мой труд На том И езжу Понимаете Все в жизни Относительно Главное Чтобы сердце Было спокойно И душа Не болела Вообще Вы по гороскопу Телец Это Олицетворение Спокойствия Стабильности Это стремление К этому Да Телец Это еще Это еще Такой бык Который на себе Все везет И всех Везет Везет Повозку Полную Родственников Друзей Детей То есть Это с гороскопом Совпадает Это абсолютно Да А на сколько Вообще Ну по году Я коза А коза Это артистичная Знак Поэтому вероятно Мне и легко Везти эту Повозку Потому что Ну вот как бы Считается что У актера Для того чтобы он был В форме Для того чтобы он Мог работать Психика Не должна быть В успокойном состоянии То есть Постоянно нужны Какие-то стрессы Или нет Неправильно Это абсолютно неверно Ну что вы Должен быть покой Должна быть Пристань Гавань Где ты отдыхаешь Где тебя ждут Где Где тебе хорошо Где ты можешь Спрятаться У меня хорошее зрение Но я Ношу всегда очки Зимой я ношу Дымчатые очки То есть не от солнца А специально Затемненными стеклами Я выхожу из машины Надеваю очки И захожу в магазин Не потому что я Как бы не хочу Общаться с людьми Но для меня Это как бы Такая защитная Что ли Такая завеса От ненужного Внедрения в тебя От какого-то Любопытства Разглядывания Рассматривания Потому что Люди разные Бывают Но действительно Это мешает То есть подходит на ум Как это выглядит вообще То есть Ну подходит Да Одни говорят Какие-то добрые слова Что приятно Другие Просто хватают За руку И говорят Разрешите на вас Посмотреть И заглядывают Сколько у тебя Под глазами морщин Вот Ну так как Никто не отменял Жизнь И я У меня есть дом И я Должна заниматься Своим домом Поэтому я должна Ходить по магазинам То Вот так Приходится защищаться А как выглядит Ваша пристань Гавань Ваш дом Ну как-то выглядит Куда вы приходите После того Как вот Все Вся популярность Дачи нет у меня Моя мечта Ну наверное Она несуществима Правда В Одессе У меня живут родственники И в Одессе Под Одессой Я на берегу Лимана Купила такой Непольшой домик Дачный Где Проводят время В основном Мои сестры Две мои сестры Но они меня там ждут Выращивают цветы Там растет виноград Фруктовые деревья И там Абсолютно такое Дикое место Ползают змеи Которые в Лимане Ловят бычков Я их раньше боялась А теперь не боюсь Но за ними наблюдаю Вот я там отдыхаю Там такой кусок Дикой природы Вот как раз На разговор О даче Вот как раз Наша дачная беседочка Так вот Нас навела Но все-таки В Подмосковье Мы вас не увидим Не хотите вы жить В Подмосковье Я так понимаю Ну если я накоплю Достаточно денег Чтобы купить Домик в Подмосковье Или выстроить То может быть Да Считается что Актрисы Обладают каким-то таким Специальным секретом Красоты Ну вот глядя на вас У меня например Создается впечатление Что такой секрет Действительно есть Могли бы вы Ну может быть не всем Ну хотя бы отчасти Хоть чем-то поделиться С нашими зрительницами Как удается поддерживать Такую форму И внутреннюю и внешнюю Все внутри человека И однажды Я не знаю Было это на самом деле Или так рассказывают Я где-то читала Был случай С Мерлин Монро Она шла с кем-то Из своих друзей По улице И никто ее не узнавал Мерлин Монро Богиню Красавицу На которую молилась Вся Америка Потому что Она была В дурном настроении Потому что Что-то В ней было Сломлено Внутри Она шла Уставшая Замученная И ее Приятель сказал Или приятельница Тот кто Был рядом с ней Как же так Мерлин Тебя не узнают Она говорит Потому что Я внутри не горю А вот сейчас Меня узнает Она встрепенулась Она подняла голову Она расправила плечи Она подняла свою Эту бровь И сразу К ней бросились Ее обожатели Вот Все Все внутри И Когда ты Когда ты на публике Когда ты на каком-то приеме То только Такое Вот Внутреннее Состояние Подъема Которое Ты сам должен Себе Сконструировать И создать Может тебя Держать На плаву А когда Все заканчивается Ты приезжаешь Домой Нужно обязательно Снять украшение Принять душ Чтобы смыть Весь трудный день Не оставлять Не брать его С собой В постель Вот Тогда Надеть Халат Теплый Теплые носки Я ужасный мерзляк Поэтому я так Люблю тепло Лечь в постель И тогда В абсолютно Расслабленном Состоянии Можно отдыхать А на сколько Себя вам приходится Часто заставлять Вот именно так Встрепенуться Очень часто Каждый день А вы вообще Счастливый человек Ну как Временами Да Конечно А если бы вам Предстояло Описать Ларису Удовиченко Актрису Человека Какие бы вы слова Для этого нашли Мои родные Мне говорят Что со мной Жить непросто А все друзья Меня обожают И говорят Что я Замечательная Я чудесная И таких Друзей Как я На свете Не бывает Ну вот Видите как Наверное С друзьями Не всегда Расслабляешься Так как Расслабляешься С родными И требуешь Какого-то К себе И внимания И Насколько Даешь сам Хочешь получить В ответ Поэтому Наверное Абсолютного Счастья быть Не может В семье Я имею ввиду И все Таки Какая вы Не знаю Я разная Я Я Я Я Разная Разная Прекрасная Удивительная Замечательная Лариса Ивановна Удовиченко Народная Актриса России Сегодня Она была Гостью Нашей Дачной Беседки И В заключении Прежде чем Попрощаться С вами Наши уважаемые Зрители Мне бы Хотелось Все-таки Передать слово Нашей гости Чтобы она Закончила Нашу программу И сказала Какие-то Финальные слова Ой Финальные слова Они не могут быть Так как мы живем Сейчас В такое опасное И страшное время В связи со Всеми событиями Которые Происходят В мире Я не буду Их перечислять Вот Поэтому я хочу Чтобы все это Просто Вот в какой-то момент Закончилось Все войны Все страдания Все Все смерти Все Опасения По поводу Завтрашнего дня Потому что Жить с нашим Детям И А как им жить Не знаю Но жить им А не нам Мы уже Свою большую часть Жизни Прошли Поэтому я желаю Чтобы Вот это Все Мгновенно Буквально Сейчас Завершилось И чтобы Мы все Жили Общей Большой Семьей И радовались Цветку Солнцу Дереву Траве Кошке И друг К другу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому